Цена сахара в Приморье достигла запредельных 150 рублей. Пермики жалуются на резкий рост цен на офисную бумагу. Прокладки 529 рублей. Тюменцы заметили подражание предметов личной гигиены и ограничения на товары. Это заголовки региональных новостных сайтов. Да, им запретили называть войну войной, но цены на полках магазинов не утаишь. Заехал в концтовар ручки купить. Бумага стоит 1 пачка 1800-1300. Самая дешевая тысяча рублей. Нормально. А вот такие вот средства косметические, женские, всякие разные прокладки пользуются особым спросом, как мы вот видим. Вот и новая цена на Сайру. 11 марта, Владивосток, Рэмми. Зашли сейчас в ДНС. Все ценники зачеркнуты. Продавец говорит, все в два раза подорожало резко с этим долларом. Господи, помилуй, на 3 часа берутся люди. Это ужас какой. Господи, помилуй. Магазин лента в Чебоксарах. Крупы тоже почти никакой нет. Все смели. Все осталось только дорогое. Вот здесь греча, короче, за 159-900 грамм. Я сегодня, если честно, ценнички-то на масло-то. Они будут, я вообще с игроком разговариваю, а то ты понимаешь, что перед Лужкандридем ящик. Тойотовское масло оригинальное. 5 литров. 6 тысяч рублей. Вы че, б***ь. 6 400. Я-то ворот на е**а. Ты ведь так, что ли? Нет, это у нас. Это у нас. Ты прокинь, а сколько дилеров тут стоит? 1,008 за конец. Короче, зашла я в магнит. Кофе как кофе. Всего 190 грамм. Здравствуйте. Цена. Это то, что выкладывают россияне в сутите после войны. Эксперты говорят, что экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться. Но важно понимать. Пока в России из полок исчезает сахар, в Украине от бомбежек путинских войск исчезают целые микрорайоны. И гибнут мирные люди. Эта бессмысленная и чудовищная война не нужна никому. Ее надо прикатить всеми доступными способами. Этот звук в скором времени станет привычным для всех, кто в России осуждает войну с Украиной. И для журналистов, которые эту войну освещают. Россия поднялась на борьбу с нацизмом вновь, поощряемым Западом. Мы поднялись не только за Донецкие республики, за Киевскую Русь, за русский мир. Мы пошли на Куликово поле за всю планету, включая обезумевший Запад, предавший все божьи законы и заповеди, спасительные для человечества. Это информационная война. Более того, эта война направлена конкретно против наших российских граждан с использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны. А тот, кто такие команды дал, должен понять, несмотря на то, что он находится за пределами нашего государства, его найдут, доставят в нашу страну и справедливый суд вынест ему наказание по заслугам. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Прошел месяц этой преступной и безумной войны. Народ зомбирует в лошадиных дозах пропагандой. Высокие чиновники не выходят из-под контроля. Вы можете на этом этапе сказать, где сейчас самые слабые места Кремля? Где может прорвать плотину? Ну, есть несколько слабых мест. Прежде всего, это экономика, конечно, и те санкции, которые существуют, они, в общем, несовместимы с нормальной жизнью. И россияне очень скоро начнут испытывать шок от того, как рушится привычная для них жизнь. И это может как бы сдвинуть некоторые представления и привести к недовольству тех групп, которые традиционно ограничивают свой кругозор такими очень простыми и практическими вещами и проблемами. И оставались лояльны власти до этого. Для них это может прийти в контраст, прийти в некоторый конфликт с тем пропагандистской доктриной, которую выдвигает Кремль в качестве такого официального и должного отношения к войне. Кирилл, скажите, кому больше выгодна эта стабилизация ада? Это, возможно, точнее говоря, это ваша фраза из поста. В Украине кто выигрывает психологически от условной передышки? Ну, действительно, в первые две недели российское поражение в Украине было очень очевидным и, я бы сказал, таким массированным и шокирующим. Оно состояло и из неудачи тех планов операции, которые существовали, и с санкцией, вторым фактором были санкции, которые совершенно предвосходили ожидаемый уровень. Но сейчас режиму Кремлю удалось стабилизировать несколько ситуаций, как на военных фронтах, так и внутри страны. Это такое хрупкое замораживание, хрупкое равновесие. И здесь есть взаимосвязь, что именно то, что в России пока сопротивление в войне не очень сильное, не очень явное в таких широких слоях населения, это позволяет Кремлю перейти к долгосрочной позиционной кампании в Украине. Ну, а позиционность ее заключает, собственно говоря, в том, что российские войска практически не наступают, но регулярно обстреливают и бомбардируют украинские города, стремясь оказать таким образом психологическое давление на украинцев. Кирилл, далее вы пишете, в глазах западопутинской России, это новый третий рейх, который должен будет ответить за то, что он делает сегодня. Так почему они его, имеется в виду, запад, откровенно не называют Адольфом Гитлером 21 века, учитывая, что по приказу Путина идет убийство мирного населения в промышленных масштабах? Ну, вы знаете, как бы вот воины, наступательные войны, в которые несут огромные потери мирного населения, это их вел не только Адольф Гитлер, и как бы у каждого своя судьба, и каждый имеет свое имя. Саддам Хусейн, это Саддам Хусейн, Адольф Гитлер, это Адольф Гитлер. В этом смысле, ну, Владимир Путин тоже является сегодня такой фигурой, страшащий мир и ненавидимой значительной частью человечества. И не обязательно его при этом называть Адольфом Гитлером, мне кажется. Все же слово, выражение «третий рейх» вы использовали? Ну, я как бы использовал как взгляд, да, вот это такая громада, захватническая громада, которая наступает на более слабые страны. Это такое представление о том, как Гитлер движется по Европе. Это просто такая аналогия историческая, которая приходит в голову людям на Западе. Но, конечно, мы все-таки, нынешняя Россия далека от гитлеровской Германии во многих отношениях. И, ну, это как-то какие-то разные все-таки сущности. Слова «военный преступник», я сейчас говорю о выражениях Байдена, которые он применяет к Путину, чистый головорез. Как Путин реагирует на такую терминологию? Она его реально оскорбляет или, наоборот, подначивает в какой-то степени? Вы знаете, я не знаю, как Путин реагирует на это. Надо его пригласить и спросить. Но я бы указал на какой-то политический смысл этих наименований. И они, в общем, говорят о том, что Байден и, ну, в целом Запад не собирается выстраивать отношения, какие бы то ни было с Путиным, вне зависимости от того, как развернется и чем кончится война в Украине. Это некий разрыв отношений с Путиным и непризнание его в качестве лидера и партнера по каким бы то ни было отношениям. Субтитры создавал DimaTorzok